Всем здравствуйте! Меня зовут Марина. Сегодня у нас июль на дворе, зной жара, дождей нам никак не хватает на Кубани. Хотя в одних местах заливают, в других наоборот сушь стоит, к сожалению. Ну и сегодня банки-склянки. Если кому интересно, оставайтесь со мной. И первое, что я по каким продуктам я пройдусь, это по таким габаритным банкам. Допустим, сейчас Ленорк, Суперконцентрат, 51 стирка, якобы цветущие поля, это приятный и достаточно яркий аромат, который остается на белье. Я им полоскала в основном полотенце и белье. Вот. И 1,8 литра. Достаточно, очень надолго, наверное, больше, чем на полгода мне его хватило. Так как я еще одновременно пользуюсь для детского белья кондиционером. Так что он, наконец-таки, закончился, до смерти надоел. Ну, а хорошо кондиционирует, оставляет аромат. Все, что надо, он делает хорошей кондиционер. Далее, по банкам, ну, всем известная белизна, покупаю ее в светофоре, когда она там есть, 1 литр. Я белизной раньше очень часто, практически везде пользовалась, сейчас изредка кое-где это там на унитаз. В основном мою полы в туалете белизной, вот она мне расходится прекрасно на это дело. Также еще периодически могу обработать сам, ну, унитаз, круг унитаза, вот такое вот динфицирующее средство. И стоит, кстати, оно совершенно недорого. Уже не помню, сколько, что-то, по-моему, рублей 15, что ли, в светофоре. Опять же, из светофора вот такой буравчик, красный, написано, для устранения засоров в трубах. Делает у нас его Владикавказ. Стоит он в светофоре, что-то там 30 с чем-то рублей. Здесь у нас по объему целый литр, но он такой розового цвета. Но, хочу сказать, ерунда, ничего не засоры не пробивает, ни в раковине, вообще нигде. Я попробовала и в ванной, и в несколько раз на кухне, и ничего не работает. Ерунда, не берите. Плохой, плохой продукт. Нерабочий. Крот из светофора хорошо работает. По сути, та же самая цена. Вот такой шампунь Шамту. Вот такой страшный уже пузыречек. Объем с экстрактом трав для жирных волос, без силикона. Вот. Здесь аж 700 мл. Как-то я его купила, он у меня стоял в запасах. В итоге я обычно раньше пользовалась Шамту, в принципе, меня вполне все устраивало, и он достаточно объем хорошо дает. Но, в этот раз этот флакон именно чего-то я достала. Он продал, он у меня с годик простоял в запасах. Срок он у него, естественно, не вышел. Даже был в запасе, как бы было время, чтобы он еще постоял. Но дело в том, что чего-то я начала им пользоваться после индийского шампуня от Хималая. И у меня волосы до такой степени стали сухими, до такой степени я их не смогла вообще их расчесать, что я не выдержала. Просто отдала его мужу. Муж забрал его в душ, и в душ его доиспользовал уже. Ну, ему как бы нормально. Ну, волосы не у короткие, ему без разницы, чем там голову мыть. Так что вообще мне не понравился. Это вообще на голове просто соломой, которую невозможно разодрать. Не знаю, то ли это после индийского шампуня просто у меня такой эффект. Потому что я индийским шампунем пользовалась, наверное, года полтора, без остановки, даже два, наверное. Уже, видимо, к ним привыкла. Вот такое средство. Фетобальзам для волос. Целебрная сила 100 трав. 200 мл. С экстрактами и маслами зародыша пшеницы веселька и кедра восстанавливающие. Я не знаю, что он там восстанавливает, но аромат у него был. Ой, уже забыла, какой. Ну, приятный, травяной. Работал он неплохо. Волосы после него мягкие. Кстати, даже шампун смягчал. И как-то я при помощи такого бальзама могла я хоть как-то разодрать эти волосы. Вот. Он мне помогал. Волосы шелковистые и блестящие. Не то, что блестящие, но приятные на ощупь, приятный аромат, мягкие. Так что свою работу он делал. Фикс-прайсик покупал за 50 рублей. В принципе, хороший продукт. Ничего не могу плохого о нем сказать. Ну, заканчивается, естественно, быстро. Ну, далее всем известный колгейт, плакс, форта, кора, дуба и пихта для десен. Выгоднее всего купить его, конечно, в фикс-прайсе за 99 рублей. Здесь целых аж у нас 500 миллилитров. Он нам, значит, что дает? Помогает предотвратить воспаление и кровоточивость десен, уничтожает до 99 вредных бактерий. Зелененький, приятный. Не знаю, мне он больше нравится, чем чай. Чай более нежный. Кто-то любит понежнее, конечно, там уже чаек. Вот. Ну, мне нравится скорой дуба. Когда я его вижу, обязательно стараюсь взять. Вот закончился. Хорошее средство. Ну, лесной база мне, в принципе, больше нравится в любом случае. Вот такой гель. Ой, да, правильно, крем-гель для душа. Эван Сенсенс. Парфюмерная коллекция. Чувственная романтика Венеции. С ароматом фрезии, красного пиона и мускуса. Вдохновлен парфюмерами, называется. 250 миллилитров. Ну, цены все примерно знают. Рубли 80. Примерно он стоит. И средняя цена. Вот такой он там красненький. Я не могу сказать, что я восхищена этим гелем. Наслышался отзыв, какой он прекрасный у него аромат, какой он вкусный, да какой прекрасный. Я, конечно, этого не отрицаю. Но лично аромат мне он сладенький, насыщенный. Немножко какой-то такой химозный, естественно. Ну, я лично не в восторге от этого аромата, хотя я люблю яркие, насыщенные. Ну, этот такой, ну, на любителя бы сказала. Неплохой, хороший, яркий аромат. Немножко с парфюмерным оттенком таким. Ну, как бы это не самое для меня, как бы, важное. Больше всего, что мне в этом геле не понравилось, то, что он, вот, допустим, понимаете, когда на мочалку его наносишь, он, как лизун, начинает по ней скакать. В итоге, какими-то кусочками скатывается каплями такими силиконовыми в ванную. Ну, и как бы, такое ощущение, он похож на какой-то жидкий-жидкий силикон. Это мне не понравилось. В принципе, в остальном претензий никаких нет. Это дело, кому что нравится, видимо. Но я лично не буду повторять. Лично мне как-то он не зашел. Нормально мылится, все увлажняет, наверное, я так думаю. Естественно, пленочка у меня остается на коже после него, как, в принципе, после любого геля. Не до хруста, естественно, все это не до скрипа. Ну, там дело выбора. Также Эва чувственная роза я недавно в подарке себе получила в подарок пену для ванн 250 мл. Такое нежно-розовое вещество внутри. Вот, аромат приятный, очень нежный. С розочкой такой. Еще там чем-то пахнет. Но я пеной мне не пользуюсь, поэтому раз прекрасненько я его налила себе в дозатор и теперь мою им руки. Хорошо моет, прекрасно, пенится, что еще надо, с приятным нежным ароматом. Вот пошел у меня место мыла для рук. Когда-то давно, не помню, может быть год назад, может быть меньше, покупала вот такой вот от Шварцкоп новинку Эссенс Лутим с роскошной эссенцией жемчуга, 30 секунд эффект, сыворотка блеск, высокоэффективное приумножение блеска с жидкими кристаллами для тусклых нормальных волос. Я как-то его один раз показала, сказала, что он мне не понравился, но я пользовалась всего один или два раза, у меня волосы что-то зажирнились, скатались как-то, я как раз его нанесла перед тем, как выходить из дома. Мне он вообще не понравился, и я решила его выкинуть, а потом подумала, вернее не выкинуть, а вылить содержимое, а пипеточку себе оставить. Вот так оно выглядит, работает, пипетка мне очень нравится, поэтому я выбросать ее не буду, но я решила все-таки дать шанс, еще попробовать сколько-то раз, думаю, а вдруг все-таки мне показалось, или что-то я ошибаюсь, и вот как я использовала, но не идет это средство и все бестолковое, никакого блеска, ничего совершенно не дает, лучше волосы не расчесываются, оно наносится поверх волос, не смывается, ничего не дает, не рассыпаются волосы, не шелковистые, не блестят, ну совершенно ни о чем, единственное, что они только хорошо пахнут. Вот аромат здесь очень вкусный, кстати, он начал уже за небольшое время меняться, но аромат сам по себе вкусный, такой сладенький, и очень приятно все время будет от вас пахнуть этим средством, волосы будут давать аромат приятный, достаточно стойкий, вот, ну я как-то больше на волосы распыляю духи, зачем мне как бы эта штука для аромата, поэтому я все-таки окончательно решила промыть его, содержимостью выливаю нафиг, оставляю себе пипеточку, пригодится. Вот такой рожденный в СССР, фикспрессе покупала одеколончик с приятным ароматом, больно мне нравится вот эта вот наклейка, хоть она и криво приклеена, шла в коробочке, кстати, коробку я уже выбросила, там сзади коробки были написаны разные даты советской эпохи, всякие там и полеты в космос, какие-то исторические даты, было интересно прочитать, вспомнить, хороший, приятный аромат, ну, ушел по хозяйству, как говорится, где-то что-то протереть, вот закончился, единственное, очень жалко, что в фикспрессе больше не продают одеколоны за 50 рублей, теперь придется покупать их в других местах, исчезли они с фикспресса, там были разные, и крым, и еще какие-то варианты, но теперь их нет, так, далее, вот такие бархатные ручки, ночной крем для рук, питательный ночной, интенсивно восстанавливающий, аж четверочка, насыщен с текстуры, протеины шелка, эластин, масло ши, новая формула, не могу сказать, 80 миллилитров, что-то по акции его купила, там что-то около, наверное, рублей 47 он стоил, не знаю, приятный, вроде как аромат, что-то я от него ожидала, тем более ночной восстанавливающий, у меня сильно в этом году стали сохнуть руки, как-то раньше так не страдала, а именно вот, особенно в конце зимы и весной, и я не знаю, мне этот крем вообще никак, ничего особо не помог, и, ну, лучше, конечно, чем ничего, но я не могу сказать, что он прям супер, мне понравился, и кожа стала после него прям замечательная, ничего, вот нанесла вечером, мягкие, хорошие, утром смыла, руки опять шершавые, вот какие-то сухие, и вот пока я не закончился, руки сухими так и оставались с утра, то есть никакого эффекта, мягкости на следующий день он мне и не дал, но для молодой кожи, возможно, это шикарно, а вот мне уже 40 с хвостиком, мне не понравился, брать не буду, ой, забыла вот такую штучку показать, гель для стирки автомат, децептного белья, целый литр, нормальное, обычное средство, ничего особенного, прекрасно стирает, я слишком грязное белье, конечно, такими стираю, и стираю основным такое цветное, что-то леденькое, с легким загрязнением, просто запыленное слегка, все прекрасно стирает, пахнет, и никаких претензий нет, выпласкивается, пойдет, нормальный, на крайнем случае покупаю, если есть возможность купить поинтереснее что-то, беру другое, другое средство, а это у нас изготовитель Вистар, Виллора мне как-то больше нравится, кстати, гелем, вот такие мыла, все время часто очень выбрасываю от мыла этикетки, забыла их показывать, собирать, так сказать, для пустых банок склянок, мыла туалетное на основе натуральных масел, кубника и киви, фреш, здесь их было 4 штуки, интенсивное улажнение, я покупала в экспрессе уже года 3 назад, может быть 4 даже, еле-еле закончились, здесь было по 75 грамм каждое мыло, 4 штучки, поначалу был очень приятный такой ягодный аромат, но пока я его достала, пока очередь мне до него дошла, за 50 рублей я покупала еще тогда, или даже, возможно, уже за 48, возможно, вот, в экспрессе, и что хочу сказать, пока оно у меня полежало, тут написано, что содержит масла, и эти масла у меня прекрасно прогоркли прямо в упаковке, то есть его с маслами, мыло хоронить нельзя долго, его надо быстрее расходовать, а так как мне скучно одно и то же мыло употреблять одно за другим в пользование, естественно, я его чередовала, и пока дошла до последних двух, оно мне вообще там начало прогорклим маслом пахнуть, ну, мы использовали, оно не вонючее, оно просто с легким таким неприятным оттенком аромат, поэтому лучше-таки мыло, конечно, использовать по-быстренькому, кстати, скажу, что здесь глицерин, экстракт клубники, экстракт киви, вот видите, как даже не просто одни химозные какие-то добавки, ну, и вот это мыло, всем известно, всех любят, мне также нравится, это целебное травмотоалетное, бережное очищение с природными травами, мыло облепихом, здесь кусочек у нас 160 грамм, я покупала его по 16,60, сейчас оно уже стало 25 рублей в фикс прайсе, в других магазинах я брала лаванды, нигде не было, я покупала лаванду, такое мыло, вообще оно 30-35 рублей стоило, это еще года два назад, так что цены такие, скачут все в основном только вверх, вот, хорошее мыло, мне нравится, что там вот такие травинки присутствуют, оно прям все такое, как будто бы натуральное, но я так и думаю, хорошо мылится, хорошо смывается с кожей, использую его, не для рук, как допустим, это, использую его для тела, кожа чистая, вымытая, скрипит, все как положено, мочалочкой, прям замечательно, рекомендую, аромат у них, конечно, не сладкий, не какие-то там свежие, а обычные такие, травянистые, слегка и мыльные, добила, наконец-таки, вот такую, от Шарин, лифтинг маска ухода лица, жемчужная, наконец-таки, моментальный эффект, хорошая маска, замечательный эффект, как бы я чувствую сразу внешне, личка подтягивается, сама маска очень хорошая, она такая, не мелкая, то есть, она вот такая, все лицо закрывает, чуть-чуть еще заходит на подбородок, нормальная выкройка здесь, лекала, вот, и тут же присутствует крем, обязательно маска смывается, наносится крем, но крема я долго ходить с ним не могу, так как он остается на коже, через часа два я его смываю, вот, замечательная маска, жалко, что закончились, покупалочка по 15 рублей, фикс спросили, по 16, вот она у меня последняя, добила, наконец-таки, ведь что-то летом мне вообще, никак не прет на эти маски, всем пока, до свидания, спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok